115 участников спартакиады в нынешнем году. Показатель высокий, красноречиво свидетельствующий о популярности данного вида спорта среди молодежи. Спортсмены-динамовцы не раз становились чемпионами Олимпийских игр. Ирина Шилова, Константин Лукашек. Сегодня подрастает достойная смена с не менее амбициозными планами. Все начиналось очень трудно. Было много трудностей, но я совсем справилась. Сейчас, на данный момент, я кандидат в мастера спорта. Сегодня в соревнованиях какого результата хочется забить? Высшего. Поставить на всех упражнениях свои личные рекорды, чтобы в будущем их побить. Технический вид спорта подразумевает выдержку и сильный характер. Результаты стрельбы всегда непредсказуемы. Удача улыбается только тем, кто готов показать свои умения в самых экстремальных условиях. Фактор волнения играет большую роль. Спортсменов-динамовцев, обучающихся сегодня навыкам пылевой стрельбы, немало. И все они ставят перед собой высокую планку. В Брестской спортивной детской юношеской школе Олимпийского резерва сегодня более сотни ребят овладевают мастерством. Руководство над ними осуществляют четыре титулованных тренера. Много лет юные стрелки занимают призовые места на республиканской спартакиаде. Улыбняться или им удача в нынешнем году покажут, конечно, итоги соревнований. Во всяком случае, каждый из участников вынесет для себя новый урок. А что, как не опыт, приближает спортсмена к пьедесталу. Дает ему силы и стимул идти вперед. Республиканская спартакиада по пулевой стрельбе приурочена к 94-й годовщине со дня образования общества «Динамо», что значительно прибавляло ответственности за результат. Соревновательный период – это подготовка. Подготовка к каким-то более серьезным стартам. Плюс еще, наверное, посмотреть на конкурентов из других школ и в республике. Опыт, большой опыт. Потому что, наверное, как в любом виде спорта, в первую очередь это опыт. София Бережная, Денис Величкевич, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.